Одним из важных вопросов, который был поднят в рамках форума – социальная поддержка военнослужащих и их семей. Так, начальник местного территориального отделения «Росжилкомплекс» Лариса Жмудова озвучила, что на сегодняшний день ахтубинские военные получают несколько мер поддержки. В частности, это жилищная субсидия. В настоящий момент стоимость одного квадратного метра увеличилась более чем в два раза – 44 тысяч рублей до 89. Кроме того, выдаются служебное жилье и военная ипотека. Вся поддержка, по словам руководителя, строится исключительно в интересах военнослужащих. Следующий важный вопрос – как для страны, так и для нашего региона развитие агропромышленного комплекса. Несмотря на то, что отечественные производители выращивают продукцию как животного, так и растительного происхождения в полной мере, актуальной остается проблема логистики. Отметим, сегодня ее решением занимается один из российских вузов. В частности, разрабатываются логистические цепочки поставок продукции от производителя до потребителя. Кроме того, планируется формирование распределительных центров, которые позволят фермерам хранить не только свою продукцию, но и семенной фонд. Реализация данного проекта в первую очередь пройдет в некоторых регионах Центрального федерального округа. Если опыт окажется успешным, то он распространится и на другие регионы, в том числе и на Астраханскую область. Те, кто занят в сельском хозяйстве, они получат новые рынки сбыта, они получат новую возможность развивать свой бизнес. Вместе с развитием бизнеса будет происходить определенное развитие сельских территорий и всех, в принципе, регионов Российской Федерации. Создание рабочих местных мест здесь, в регионах, позволит, конечно, региону развиваться. Помимо прочего, участники форума обсудили вопросы кибербезопасности, патриотического воспитания молодежи, а также подготовки кадрового потенциала. В данных направлениях местные власти продолжат сотрудничать с гостями форума.